Если женщина опытная в отношениях со своим телом, со собой, то она тогда ищет правильную мотивацию для того, чтобы совершать эскезы. Поэтому для женщины воля, её волевой процесс, он имеет коллективную природу. У мужчины индивидуальная воля, у женщины коллективная воля. Она должна иметь подружек. Если, допустим, ты подружке говоришь, я завтра хочу рано встать, подружка говорит, я тоже тогда встану пораньше. И вы потом думаете, ой, теперь мне тоже придётся пораньше, потому что подружка встает пораньше, мне неудобно. Я её вдохновила на это. Так женщина вдохновляется. Она может вдохновляться любовью к кому-то, допустим, если ей надо ради детей вставать рано, она вообще без всяких напряжений встаёт легко просто. Потому что она вдохновляется любовью. Женщина вдохновляется отношениями. У неё есть совесть очень развита, у женщины совесть. Она может просто, ей стыдно. Как мне женщины говорили, Олег Геннадьевич, нам стыдно кушать вечером, потому что мы вас вспоминаем и думаем, нельзя, Олег Геннадь запретил. Вот. Ну а другая сказала, а вот я кушаю чуть позже, потому что я знаю, что в это время Олег Геннадь уже спит. Олег Геннадь спит, можно есть уже. Женщины совесть очень сильно работает. Женщины совесть вдохновляют. Ну давайте будем думать, как вас поднять с постели. Вот подружки есть у вас? Можете с ними договариваться? Подружки. Вот, хорошо. И надо понять, что причина, почему вообще вам так тяжело вставать с постели, это нехватка энергии праны в организме. То есть нужно длительное движение. Если вы начнёте длительную ходьбу, то у вас пройдёт эта проблема. Потому что у вас волевые функции, подавленные, энергии праны не хватает, энергии воли, значит, не хватает. У человека нет сил жить. Понятно? Женщин так бывает иногда. Мы решили ваш вопрос или нет? Как вы уже поняли, как вам теперь вставать рано? Будет с подружками договариваться? Или Олег Геннадьевича вспоминать? Или что вы хотите? Или своего наставника вспоминать? Надо что-то делать. Через совесть можно наставника вспоминать. Или договариваться с подружками. Или ради детей вставать. Ради того, чтобы все были счастливы в семье вставать. Но если просто так встать, заставить себя, потом женщина целый день ходит и думает, зачем я над собой издевалась с утра. Женщине очень не нравится, что она над собой издевается. Она потом целый день ходит и сожалеет об этом, что она заставила себя вставать. Так лучше не заставлять, а вдохновляться пусть. Решить мы с вами. Но вы переживаете постоянно. Я рано не встаю, я рано не встаю. Я такая плохая, я рано не встаю. Вы не знаете, что со мной делать просто. Учитесь в женском теле жить. Бог дал женское тело, учите, вдохновляйтесь. Через любовь, через заботу, через желание помогать, служить. Можно вдохновляться. И женщины не обязательно себя заставлять вообще ничего делать. Не надо себя заставлять вообще. Хорошо? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я постараюсь пару дней делать правильный вопрос. Просто мне касается вчерашней лекции. Когда вы говорили о неком другом алгоритме, между мужем и женой, когда между ними есть какие-то проблемы. Перепредельная трудность. То есть говорится, что ты начинаешь с себя, потом идет некая... И потом непосредственно объекта, который на память уже есть. Вот этот алгоритм, он только действует... Везде. 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 Можно обширить... Можно. Вся лекция об этом сегодня. О, и все. У нас слух. Сегодня мы будем говорить о том, как побеждать судьбу с помощью молитвы. Мы будем говорить о памяти о Боге. Что такое память о Боге. Как она сжигает судьбу плохую. Почему это так происходит. Какие последовательности, какое уничтожение плохой судьбы. Какая последовательность. Будем говорить об этом. И этот алгоритм, он касается непосредственно всех сфер нашей жизни. Всех сфер нашей жизни. Ваши вопросы? Да. Страх водить машину стоит... Страх водить машину стоит к этому прислушаться? Стоит, да. Стоит. Вы в прошлой жизни ушли из жизни раньше времени. Это был несчастный случай. То есть, я не думаю, что именно машина, но что-то такое, связанное с передвижением. Ну, потому что вообще невозможно себя заставить. Да, вы боитесь передвижения. Я не боюсь, например, на велосипеде, я могу по любой трассе. На машине я не чувствую просто... Независимо от того, сколько у меня опыта, сколько я на ездил. Это с прошлой жизни идет. Это очень глубокое чувство, очень глубокое чувство, которое преодолеть очень сложно. И есть еще одна проблема. Это судьба, она у вас исчерпана, но не полностью. И больше того, через два с половиной года начинается плохой период, связанный с опасностью, несчастным случаем. Но он не является таким фатальным, как это было в прошлой жизни. Ну, то есть, вы все равно будете бояться, то есть, вы будете чувствовать эту опасность, это уже у вас в крови, потому что вы получили опыт сильный. И это будет ощущаться. У вас такой уже период был. Я вам скажу, как вы чувствовали это сильно. Получается, три с половиной года назад он закончился, и был где-то полтора года этот период. Ну, то есть, пять лет назад начался, примерно, от сегодняшнего дня. И у вас было чувство зажатости, такое вам тяжело было на транспорте, на каком-то ездить, вот это вот ощущение движения, опасности движения. Я тогда начала учиться водить машину, примерно тогда, и я не чувствовала вообще, что я там должен быть за рулем. Ну, вот, видите, как бы, вы вспомнили, видно, в это время вспомнить, получили этот память, этот опыт, время вождения вспомнили. Ну, то есть, себя не нужно заставлять. Ну, вы можете ездить понемножку там, ну, это будет у вас ресурсное занятие, то есть, вы будете тратить в пять раз больше энергии, чем обычный человек. Просто будете, если очень сильно надо, то есть, на небольшие расстояния нет опасности никакой. У вас опасность от переутомления идет. Вот, допустим, если вы час-двадцать вводите непрерывно, то после этого уже начинается какая-то опасность, потому что рассеивается внимание. Ну, на маленькие расстояния, там, двадцать-тридцать минут вождения, у вас вообще никакой опасности нет. Вы можете это делать, если хотите, но это будет очень ресурсно. Ну, легче, просто, чтобы кто-то подвез. Вот я тоже не вожу машину. Просто в Канаде, это редкость стоит. Я, ну, как-то Бог дал, меня всегда возит. И не возит, я пешком хожу. Но я даже на велосипеде, когда ездил, я падал все время. На лыжах поеду, обязательно лыжу сломаю сразу. Ну, как бы, до первого дерева. Последние короткие область судьба почти исчерпалась. Это имеется в виду, в каком смысле. Ну, это означает, что опасность такая невысокая, что будет авария какая-то. Ее почти нет, это опасно. Она чуть-чуть есть. Пренебрегать от именадов. У вас же были какие-то травм-трамы? Падали там, что-то ушибались. Ну, не сильно, если у вас и педа падала. Ну, да, почти это судьба уже. Ну, это в прошлом. А, ну, то есть это не в негативном. Вот это очень важно знать, что у многих людей есть такая проблема. Кто-то боится высоты, кто-то замкнутого пространства, кто-то боится какой-то вида людей, допустим. Все эти страхи связаны с уходом из жизни чаще всего. Если очень сильный страх человек испытывает, значит, он там... Ну, вообще люди часто думают, что это, ну, что-то в будущем, допустим. Вот, поднимите руку, кто считает, что у вас в будущем может погибнуть ребенок. Поднимите руку. Вот. Ну, давайте разберемся с этим страхом. Вы вот прямо чувствуете конкретно, как это произойдет? У вас есть прямо ощущения, да? Нет, просто страх. Ну, а как он примерно погибнет? Как он погибнет? Примерно. Как зовут ребенка? Как? Это из прошлого. Потому что, когда человек чувствует будущее, он даже не знает, что именно произойдет. Он не знает, что гибель будет какая-то или... Он просто чувствует какую-то трудность, непреодолимую силу, которая влияет на него. Он чувствует. Это будущее так чувствуется. Оно неопределенное. Определенное только прошлое. Если ты конкретику чувствуешь, там, гибель сына. Не дочери, а сына. У меня дочь тоже боится. За дочь тоже боится? Очень. Я вообще не вижу никаких вот таких вещей в вашей судьбе сейчас. Но в прошлом это четко видно. Причем не в прошлом, а позапрошлой жизни у вас была вот эта... опыт, и вы уже вторую жизнь боитесь за своих детей. А? Ну, можно за всех так бояться. При желании. Было бы желание. Я не вижу такого ничего. То же самое у вас. У вас еще более конкретно, потому что у вас это с прошлой жизни. То вы чувствуете сильнее, у вас явные ощущения. Сны даже снятся. Не могут сны о будущем снятся. Не могут сны о будущем сниться. Конкретные сны о будущем не могут сниться. Только о прошлом. Поэтому все проехали уже. Про предательство. Про предательство. Про предательство. Про предательство кого? Снялся с ним в стоянную школу. Муж предательство. Муж предательство. Как его зовут? В этой жизни это Джон. Ну, Джон такой добрый у вас человек. Он такой порядочный, добрый. Ну, да. Он очень хороший. Ну, да. Ну, и что? Сны. Вот вы когда сон этот видите, что муж предает, вы во сне попытаетесь понять, понять, как выглядит муж. А он по-другому выглядит. Вот и все. И надо, что любой... Вот и все. Все. Вот вам ответ на вопрос. Это проехали уже. Спасибо. В этой жизни он хороший. Как он может предать? Скорее, вы можете его предать. Ну, там было уже. Ага. Не звоните, что он. Он сложный. Он бестолковый. Его надо контролировать. Ага. Надо ему... Позванивать всегда. Чтобы его не эти... Он очень влюбчивый. Надо позванивать. Он боится вас. Вы как бы для него совесть. Поэтому вы позвоните. Он... Ну, все, 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 нормально. Следите за ним. Никогда не будет предавать вас. Женщина должна следить за мужем. Смотреть, что он делает. Мужчины, они не чувствуют, что они устают. Надо следить за мужем всегда. Если он устал, его стараться направить на отдых. Мужчина болеет только в реанимации. Поэтому надо его следить, чтобы до этого не доходило дело. Ты его спрашиваешь, как у тебя ощущения? Говорят, нормально. Ты устал? Нет. А он устал. Женщина должна следить. Ваш вопрос? Вы знаете, у меня клиническая не такая. И причем у меня здоровый образ жизни. Моя хорошая, вот садитесь. Вот смотрите. Не бывает так, чтобы у человека был здоровый образ жизни и гипертония одновременно. Значит, вы чего-то не доделать, потому что все болезни находятся в психическом теле. Я исследую серьезное психическое тело. Там есть пять психических слоев в психическом теле. Третий психический слой отвечает за сосуды. На третьем психическом слое у вас нехватка энергии воды, блок прямо такой блокированный. Нехватка энергии воздуха блокирована. И чуть-чуть подальше, в конце третьего слоя, еще нехватка энергии солнца. Три блока на одном слое. Нехватка энергии воды убирается тем, что вы сидите в воде, по методичке читаете, сидите в воде на три слоя хотя бы. То есть, если это 28 градусов, то 14 на 3, то есть 28 градусов, 14 минут один слой очищается. Значит, 28, 14 умножить на 3, получается 42 минуты. Хотя бы два раза в неделю. Надо стоять во время молитвы. 13 минут очищается один слой. 39-40 минут надо стоять, учиться. Четыре раза в неделю во время молитвы. И длительная ходьба 2 часа 20 минут. Если вы даже час ходите, то вы... Ну вот у вас очень хорошо очищен первый слой. Полтора слоя очищено, а дальше бардак. Раз в три дня, 2 часа 20 минут, чтобы успел организм восстанавливаться. Читайте методичку, все делайте по ней. В три слоя надо очищать. Пост на три слоя 36 часов. 12 часов один слой психически очищается. Потом 24 часа 2, 36 часов три слоя. В конце, после 30 часов поститься будет очень тяжело. У вас начинается слабость такая. То есть вам легче на 24 часа поститься. 36 очень трудно, потому что там блок. Его надо пробивать. Только через 7 месяцев такой практики у вас начнет восстанавливаться давление. Потому что 7 месяцев понадобится, чтобы убрать эти нехватки энергии. Или блоки, как я говорю. Поэтому не бывает такого, что человек ведет полностью здоровый образ жизни, и он не болеет. Болезнь означает, что в психическом теле не хватает энергии. Если в психическом теле не хватает энергии, то орган какой-то начинает сначала истощаться. У него не хватает сил. Сосуды, когда истощаются, они напрягаются. Не хватает энергии, напрягается. Вот человек, допустим, когда задыхается, воздуха не хватает, он напрягается весь сначала. Когда дышит, расслабляется. Так и сосуды тоже. Они не хватают энергии, они напрягаются. Но энергия поступает в организм через аскезы. С возрастом сама энергия не заходит в организм так, как надо. Нужно совершать аскезы. Когда человек в молодом возрасте, энергия легко сама заходит. Но с возрастом надо совершать аскезы, чтобы прогревать свою жизнь. Иначе начинаются хронические болезни. Они разрушают здоровье. С какого возраста начинать? Сколько вам лет? Сорок. Сколько? Сорок три. Сорок три. Вот с сорок трёх лет надо начнуть. Ну, человек стареет постоянно. Считается там 50, 60, 50, 70. Стареет? Да. Вот как рождается, так и стареет. Но старость наваливается у всех по-разному. У вас уже наваливается. Она начала наваливаться лет 6 назад. Вы начали чувствовать, что вам стало тяжелее жить чуть-чуть. Слабеть вы начали потихоньку. Вот когда человек чувствует, что слабеет, у него меньше сил, значит тогда надо начинать аскезы. Я реально, я всю жизнь йогой занимался. Делал йоги. Это статическое упражнение. Старался с водой тоже контактировать много. Всю жизнь. Потому что у меня сильная нехватка энергии воды. Но в какой-то момент я между двумя терминалами в аэропорту пробежал, задохнулся за 500 метров. Это... Я думал, нифига себе. Я 500 метров пробежал, задохнулся. Это что такое? И я начал бегать. Сначала 500 метров, потом 600, потом 700. Через два с половиной года... Это мне... Я в 50 лет начал бегать. Через два с половиной года я уже бегал 17 километров непрерывно. И я за 17 километров увидел, что очищаю все психическое тело. И у меня начало все пролечиваться. Начало ныть суставы, пролечиваться поясница, позвоночник. Даже мозги проболели. Все пролечивалось, проныло в организме. И где-то лет за пять пролечился весь организм. Вот пробежик, я по графику бегал, весь организм пролечился. И сейчас я 17 километров бегаю с хорошим пульсом. У меня средний пульс там 139 ударов в минуту. При скорости 6 минут 30 секунд километр. Я за час 50 пробегаю 17 километров. 59 лет, нормально. Ничего не болит, пробежал, ничего не болит. Ребята молодые пробегают, у них все ноет, болит. Потом на следующий день, ничего не болит. Организм полностью энергетически работает нормально. И можно дальше ездить, читать лекции. Я сижу в ледяной воде в любой температуре. Если будет даже 0,2 градуса, я залезу, у меня даже дрожи нет в этой воде. Энергетика воды у меня хорошо движется в организме, поэтому не трясет. Движение длительное. Солнце тоже. Сейчас поеду в Калифорнию, буду на солнце стоять. Сначала, конечно, мутит, потому что ты начинаешь на солнце стоять, сразу токсины выделяются и начинается чистка, лечение. Солнце очень полезно для здоровья. Но надо постепенно увеличивать нагрузку солнцем. И, допустим, на юге, вот в Калифорнии, там 25 минут в среднем один слой очищается психически. Это значит 2 часа 5 минут стоять, если на солнце, там, допустим, в воде можно стоять, вот так в воде. Вода тебя охлаждает, солнце нагревает, идет баланс. Или во время движения на солнце быть без головного убора. И потом заканчивать всегда водой. Солнце такая среда очень активная, опасная. Постепенно можно доходить до 2 часов 5 минут и это делать раз в неделю, допустим. Происходит очищение солнцем и блоки начинают лечиться. Рак, допустим, это когда нехватка энергии воздуха и солнца в одном месте находится. Вот если, допустим, на третьем слое вот эти два блока, то это приводит к раку матки или атеросклерозу сосудов. У вас нет соединения этих блоков, у вас соединение блоков нехватка воды и воздуха. Поэтому напрягает вас. Но атеросклероз склонности нет. Вот если бы эта нехватка энергии воздуха и солнца соединились, тогда бы токсины копились в организме. И был бы атеросклероз сосудов и опасность инсульта. А у вас просто напрягаются сосуды. Так на солнце надо стоять без долгого вода? Потом. Сначала лечим воду, энергию воды наполняемся, она самая милостивая. Потом энергию воздуха, а потом энергию солнца. Если сразу на солнце вот с вашими блоками, то это очень опасно для вас будет. Начало с водой разобрались, потом с воздухом, потом только солнце. Кремом нужно от солнца защищать? Да, потому что есть психическое тело, а есть физическое тело. Солнце физическое тело может перегружать. Оно может обжигать кожу. А психическое тело, оно лечит. Оно наполняет его солнцем. Поэтому кожу мы защищаем, но если мы головной уборной надеваем, то не всасывается энергию солнца. Не входит человек. В тени человек не может солнце получать. Ваш вопрос? А вот я скажу, что я бегаю каждый день 5 километров. Ну давайте посмотрим сейчас. Сколько по времени этого получается? А вот получается уже около часа. Час вы медленно бегаете, да? Да, вы знаете, я бегаю, но еще с упражнением. А, с упражнением. Ну да, давайте я. Вы во время бега делаете еще суринамаскар, да? Ну нет, я на том делаю. Мне кажется, сначала надо делать, а потом не делаю. Давайте посмотрим, когда вы бегали последний раз? А, вчера. Вчера во сколько? Вчера. Нет, не вчера, позавчера, потому что вчера я в бассейн пошла. Во сколько вы бегали? Позавчера я бегала в 7 утра. В 7 утра. В 7 утра. Вы полностью отчаиваете один слой психический. И еще 2 седьмых от второго. А дальше у вас идет блок динамический, поэтому вы уже не можете дальше бегать. Нужно стараться реже делать длительное движение и дольше. Тогда это больше пользы для организма. Если вы делаете один каждый день по немножко, то вы просто начало, первый слой очищаете и все. Толку нет для здоровья вообще никакой. Лучше поэтому ходить. Поэтому лучше ходить. Вы вот не сможете бегать сразу так долго, чтобы 5 слоев очистилось. А вот ходьба, можно 4 часа ходить непрерывно. Но вот хожу я резко. Часа два. Лучше реже это делать. Не перегружайтесь длительным движением. Каждый день не надо. Чередуйте разные практики. Один день зарядка, другой день йога, третий вода, четвертый пост. Все делайте в комплексе гармонично. Но когда ходьба, то надо идти долго. Надо идти утром, а не вечером. Когда солнце восходит, тогда очищается организм. Если вы идете по вечерам, то это на расслабление идет больше. Но это тоже очищается организм, но не так сильно. Солнце садится, милость садится. 4 часа непрерывной ходьбы с утра раз в неделю. 21 километр примерно получается. Можете пробежать один час из них, если хотите. Но это все равно получается примерно так же, как ходьба, потому что вы очень медленно бегаете. Всегда надо очищать организм в свое удовольствие. Не надо напрягаться. Если человек напрягается, он не очищает организм, а просто его расходует. Мы же наполняемся. Надо все делать в свое удовольствие. У меня есть клуб «Благость» в Москве. И они, когда я приезжаю, по 80-100 человек со мной бегают. Потом из них 30 человек залазят в прорубь. Даже девушки, молодые женщины, пожилые люди, все лезут в прорубь, все бегают, все делают, все постятся. И они написали песню для меня как-то раз. На день рождения мне подарили песню. Я знаю, счастье есть у нас ветер, природа, горная река, и в дочери тяплые сиеные ветер, а в полу наверняка. Раз уж и жалоб нужны утром рано, ты точно зарядишься чистой прано. Бегай, 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 в прорубь беряй, счастья на природе, смелости пожелай. Бегай, 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 как все выгодной, бегай вместе с нами, летом, летом, летом. И именно они есть на свете, а слезы — добрые дела. И солнце мы летим на встречу, дорога оставит от века. Все зачастливое, но я без одна, а лист твою напомню с утра. Бегай, 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 всегда начни меня, по уровню, как днём, скалы, правила. Бегай, 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 всем желай добра, это твоя жизнь лучшая пора. Каждый этот день настанет, когда придёт, он не гадает. И с ним, и с ним узнает, а сразу все чисты, только когда. Жанра у нас со своей, потом влюбим и вырочет. Бегай, 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 поис, 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 один рецепт запомни, и он изменить жизнь. Бегай, 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 молись, 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 молись. Бегай, 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 молись, молись. Все живые, жизнерадостные, счастливые, здоровые, все занимаются духовной практикой, желают всем счастья, любят близких, создают нормальные семьи, люди, живут хорошей, счастливой жизнью. Начинайте менять свою жизнь. Хорошо? Зарядка нужна, конечно, это хорошо, я тоже делаю зарядку, я вот так 10 минут кручу вот так головой, я делаю диета 8, 8 вот так вот, голова это самое главное, мы и думаем. Вот, потом я делаю наклоны 218 раз, на два психических слоя очищаю, наклоны просто. Вот, 100 приседаний, 60 отжиманий, стою на руках возле стеночки, 1 минуту. Зарядка, не каждый день, ну, раза два в неделю, пробежка, зарядка, неподвижное положение тела, пост, 36 часов на воде. Утренняя зарядка, это просто для бодрости, можно не обязательно каждый день, можно периодически, потому что мышцы тоже дряхлеют, надо их укреплять тоже мышцы, иначе грыжи вылазят, там все прочее. Ничего плохого не будет, если будет каждый день. Но зарядка, это только очищение одного-двух психических слоев, там дальше бардак, поэтому нужно длительное движение. 4 часа ходьбы, иначе психическое тело на глубоких слоях становится старым. Вот у вас в конце третьего психического слоя, в начале четвертого, сильный блок динамический. В результате валится позвоночник и крупные суставы. Уже бой в позвоночнике начинается, несмотря на вашу зарядку. Почему так? Потому что нужно что-то другое делать, нужно длительное движение делать, нужно неподвижное положение тела делать тоже. Потому что не только воздух надо очищать, также энергию воды в организме. Токсины копятся на третьем слое, это означает, что могут быть поражены сосуды с возрастом. Надо по этому пост делать тоже 36 часов на воде, стараться, или на зелени хотят поститься, на листе салата пить целый день. Для этого вы не каждый, два раза не каждый? Два раза, как, на чем вы ему поститесь? На чем? На воде? На фрукте. Поститесь на воде. Вы не прочищаете этот блок на фрукте, когда поститесь. Фрукты, это не полный пост. Полный пост это или на зелени, или на воде, или на суху. Насуха это очень опасный пост. На зелени берете лист салата, на блендере взбиваете с водичкой вместе и пьете все, весь этот день, весь Экадыш. Сок на зеленый пьете и все. И у вас будет очищаться организм. Зелень очищает человека, так же, как солнце. Хорошо договорились? А на молоке? Вас где-то после 30 часов будет тяжело поститься. Потому что там блок. Будет славость такая. Ну, потом постепенно это пройдет. Вы и сейчас это чувствуете. В конце поста, да? Последние несколько часов. У вас вначале блок был, но вы его постами прочистили полностью. У вас нет сейчас. Вам начинать поститься было тяжело. Там тоже проблемы. Проблемы. Че? А на молоке пост можно? На молоке? Лучше всего на тортах. Мои хорошие, вы все путаете. Пост на молоке — это пост очень опасный, потому что он требует абсолютной чистоты организма. Этот пост предназначен для увеличения благости в организме. Это не очищение психического тела. Этот пост, он дает человеку изменение характера. Это совсем другая тема. Но этот пост очень опасный. Если у человека организм нечистый, он на молоке постится, то у него могут быть очень серьезные проблемы с обменом веществ начаться. Поэтому этот пост можно делать только тем людям, у которых идеальное здоровье. Пост на молоке — бывает такой пост, но не для всех. Если человек очень сильно занимается духовной практикой, все аскезы совершает, он может взять пост на молоке. Этот пост предназначен для того, чтобы стать чище внутренне, возвыситься. Это уже, ну как бы, это не совсем прямо духовное возвышение, но у человека улучшается характер, он становится спокойнее, добрее. Потому что корова дает человеку очень большую милость. Коровое молоко очищает человеческое существование. Так же, как коровий навоз. В древней культуре коровий навоз использовали для того, чтобы очищать квартиру. Коровий навоз обладает на том-то плане огромной охлаждающей силой. Я когда жил в Индии, во Вриндаване, в том месте, то три раза мне приходилось спасать жизнь людей, потому что люди падали от солнца, от солнечного удара. И когда я разок иду в храм, вижу, человек идет, передо мной падает. Это было жаркое лето. И я сразу смотрю, куча лежит коровий навоза рядом с ним. Я прямо начал ему мазать голову сразу, коровий навоза. И он сразу-раз пришел в себя, потому что коровий навоз избавляет излишней энергии солнца. Он охлаждает сильно. И злые духи – это тоже энергия, похожая на… Они как светлячки, это похоже на энергии солнца. И когда человек свое жилье обмазывает… Вот, допустим, вы купили новую квартиру, воняет там неприятный запах, и это злые духи. Берете коровий навоз, можно даже не свежий, он не пахнет, сушеный, он не пахнет. И просто его растворяете в воде и мойте всю квартиру, потолки, полы. И у вас на следующий день запах свежести, как будто вы въехали в новую квартиру. Все, это очень сильно помогает. Также молоко очищает коровье молоко. Можно посуду мыть с коровьим молоком. Не вашу посуду. Взяли от кого-то посуду, ее с молоком помыли хорошо, и все, она чистая становится. Она энергетически очищается полностью. Коровье моча очищает человека от токсинов. Она предназначена для улучшения обмена веществ. Если человек разбавляет коровью мочу с водой и пьет, то он очищает свой организм. Это не касается других испражнений, других животных. Если ты, допустим, конскую мочу попьешь, то будешь ржать потом. А коровье очищает, она дает здоровье. Коровье моча дает здоровье, коровье молоко дает человеку хороший характер, а коровье навоз убирает влияние духов злых. И охлаждает психику человека. Допустим, коровье навоз может лечить аллергию. Есть такая смесь, такие пропорции. Пять частей коровьего навоза и одна часть топленого масла сливочного. Если вот такие пропорции смешать, то можно себя обмазывать этой смесью. Это очень полезно для здоровья. Это дает расслабление полное и избавление от влияния злых сил. Поэтому корова считалась в древности священным животным. Потому что она очень любит людей. У меня есть знакомый в Венгрии, там есть община духовная, вайшнавская. Вайшнавская – это часть ведической культуры. Вот. И они не убивают совсем коров. И у них коровы доятся без отела. Потому что они очень сильно их любят. Когда подходишь к этой корове, она бежит, как кошка к тебе терется вот так. Как кошка прям бежит такая. 600 килограмм кошка такая бежит тебе. И такая страшно прям. Начинает тереться от тебя. Она очень любит людей. И она, когда видит людей, у нее вырабатывается молоко. И просто любит коров. И их не надо, не надо, чтобы телята каждый день, каждый год рождались. Их постоянно, по 5 лет примерно, они доят этих коров. И у них не кончается молоко. Из-за того, что просто коровы любят людей. Из любви к людям. Они видят человека, и как ребеночек ее. У них сразу выделяется молоко. Ну, коза, когда видит человека, ей хочется поднуть. Мне не выделяется молоко. Разная природа животных. А кошка? Кошка. Это тоже хорошо. Но кошка не благостное животное. Это страсть. Как женщина. Да, как женщина. Она любит расслабляться, обалдеть. Собака похожа на мужчину, а кошка на женщину. Но это не благостное. Если человек привязывается к кошке, очень любит кошек, к людьми не хочет общаться, только кошек любит. В следующей жизни он рождается кошкой. А? Нельзя идти. А? Вроде бы нельзя идти обратно. Можно. Можно. Вы в теории Дарвина, да? Все время развивается все больше и больше, да? В теории Дарвина, да? Нельзя возвращаться обратно. Понятно. Нельзя возвращаться. Почему? Что значит нельзя? К чему привязывается? Тем и становитесь. Если любите мужчину, в следующей жизни мужчина. Любите кошку, в следующей жизни кошка. У человека психическое тело называется телом желания. На санскрите называется телом желания. Это означает, что желание формирует следующее тело. Вот если вы сильно обижаете больше всего на свете кошку, в следующей жизни будете кошкой. Вас меняется в кошачью сторону психическое тело. Разум всегда огорчаться. Конечно, огорчаться, потому что разума-то не будет. Человеческая жизнь — это высочайший дар. Кошка, она не может работать над собой. Только человек. Поэтому нужно привязываться к святым людям. Если человек любит святого, то он божественным становится. Он обретает качество божественной Личности. Потому что святой — это тот, кто привязан к Богу, думает о Боге. И человек, который думает о святом человеке постоянно, он приближается к Богу. А если думаешь о кошке, то приближаешься к кошке. Я вам на всякий случай говорю об этом. Многие люди сейчас думают о собаках и о кошках. Моя собачка, моя кошка. Мне рассказали сегодня за обедом, что здесь очень радостная индустрия служения собакам и кошкам. Собакам делают различные маникюры, полная стрижка, собачье питание, театры собачьи. Так или нет? Праздники для собак. Не рождение. Я не против, как бы. Ну просто, мы же здесь временно находимся, знаете, да, на земле или нет? Вы думаете, здесь вечный вы останетесь? Мы здесь временно для того, чтобы развиваться. Мы на землю попали, чтобы развиваться. И в зависимости от того, чем мы занимаемся, такое тело мы получаем в следующей жизни. Да, моя хорошая. Угу. Я хочу вам уточнить. Можно ли тебе запомнить? Я хочу уточнить, что это оккупация в ванной и холодной воде. Можно ли, если не подождать, не надо, а оккупация в холодном и не надо в холодном. Куда? Где купаться? В тёплой? Там, знаете, чем теплее вода, тем чистка медленнее. Вот, допустим, если 28 градусов, то за 70 минут всё психическое тело очищается, наполняется энергией воды. Если 22 градуса, то за 40 минут. Если 15, где-то 10 градусов, то за 10 минут. Если 3 градуса, то за 5 минут. А если 40 градусов, то это уже горячая вода. Это у вас будет уже энергией солнца наполняться организмом, а не энергией воды. Если 30 градусов, то за 85 минут очищается. Очень долго. Вы с ума сойдёте там в этих 30 градусов. Мне проще. Вот у вас из крана вот здесь вот течёт 5 градусов. Вот сейчас вот я, мы налили ванну в гостинице, померили температуру, 5 градусов. В проруби 3. Отличная вода. Я лёг в эту ванну и за 6 минут полное очищение психического тела. Всё. А потом парной пошёл. Потом 5 ванн. Всё. И у меня цикл вот этот. Потому что, когда в ледяной воде находишься, то надо потом нагревать себя. Иначе будет переохлаждение. А скажите, какие внешние факторы влияют на то, что вода в организме, например, падает? Или ванна? Беспокойство. Когда человек суетится, беспокоится, очень сильно чувствительно, сравнивается с ним. Ой, меня замучили все, я от всех устаю. Это ваша тема. И вода очень сильно испаряется из организма. Энергия воды. Когда энергии воды не хватает, человек ранимый, обидчивый, сутливый. Некоторые женщины не могут выйти замуж. Потому что устают от общения. Пообщались чуть-чуть с человеком, и всё, надо отдыхать. Я не могу от этого, да. Энергии воды, значит, не хватает. Если энергии воды хватает, то она спокойная. Не устают. Понятно? Ну, ваш вопрос. Добрый вечер. Олег Геннадьевич, у меня вопрос, как мне восстановить отношения с мамой? Ну, мама очень у вас ранимая такая, она вас сильно любит. Очень. И надо дышать глубже, когда рядом с мамой. Надо далеко сейчас. Ну, вот ты ей звонишь, и дыши просто. Как вас зовут? Дмитрий. Девочка, девочка моя любимая. Дышите в это время. У меня сильная обида просто. Да. Потому что есть любовь-зависимость, она всегда истощает человека. И у вашей мамы сильно любовь-зависима. Она нас очень любит, но любит неправильно, а зависит от вас, скучает от вас. Она хочет, чтобы вы были с ней рядом. И вам надо дышать глубже. Когда вы звоните, просто она будет вам говорить, какой вы плохой, а вы дышите глубже. Ну, так я и делаю. Ну, все, вот, терпите. Дарите маме любовь. Давайте силы отдавайте свои. Уваливали. Мне сегодня жена позвонила, и она начала жаловаться, я дышал глубже в этой дыне. Она жалуется, я соглашаюсь, да. Потом она сильно пожаловалась, я говорю, ну, ты, говорю, уже чересчур так. Она говорит, терпи. Ты же в лекциях говоришь, надо терпеть, вот терпи, я буду жаловаться дальше. Надо терпеть близкого человека. Любовь восхищает терпение. А что делать? Мы несовершенны, мы еще не умеем отдавать любовь, мы хотим ее брать все время. Нам надо наслаждаться друг другу, отдавайте маме свой долг. Вы когда были маленькие, вы такой были капризно ужасно просто до пяти лет. Все выносили мозг постоянно маме, она с вами почти не досыпала, постоянно страдала. Нет, 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 нет. Вот такой вы были. Нет, 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 нет. Вот. Теперь она вам возвращает назад все это. Вот и терпите. Иначе кто-нибудь другой будет возвращать вместо мамы. А это будет уже хуже. Представьте, если жена начнет обижаться все время. С ума сойдете? Лучше уж пусть мама. Хорошо? Договорились? Дайте маме, возможно, быть счастливой. Подарите ей счастье. Хотя бы чуть-чуть. Вы очень сильно отморозились от мамы года четыре назад. Вы так нехорошо себя поступили, вообще с ней не разговаривали. Она так сильно переживала, в депрессию даже вошла. Больше так не делайте. Нельзя так маму убежать. Хорошо? Насчет дочери, какое мое должно быть правильное поведение? У меня дочь ей сейчас 20 лет. Она очень независимая, серьезная такая. У нее свое мнение на все. Она все знает. Мама, молчи. Я знаю все. Не просто мама, молчи, а просто спасибо маме, что ты есть, да? Вот. Да. По-доброму. По-доброму ведите. Нет, нет. А еще в связи с современными семьями, мне не нужна семья. Зачем она мне нужна? Не волнуйтесь, это очень скоро пройдет. Пройдет. Да. Через два с половиной года ей понадобится уже семья. То есть просто ждать или... Подождать. По-доброму относиться. У нее сейчас плохой период. Мне очень сильно сейчас трудно вообще с кем-либо общаться. Не только с мужчинами, даже с людьми вообще в целом. Ей хочется просто работать, ни с кем не взаимодействовать. Это пройдет. Если бы она знала, что в это время делать, она бы ходила в бассейн, делала статические упражнения, ей было бы легче жить. У ней не хватает энергии воды, и она очень высокая чувствительность. Ей тяжело с кем-либо взаимодействовать, сейчас общаться. Надо просто подождать тогда. Плохой период пройдет у нее. С моей стороны ничего. А вы не можете ее заставить. Только молиться за ней можно. У вас такая судьба. Очень такие жесткие отношения с близкими у вас, со всеми. У вас так судьба работает. Но надо терпеть это. Смиренно себя вести. Все мозг будут выносить, все, кому не лень. Я вижу, да, вы очень мудрые. Спасибо. Ладно, мои хорошие, тогда я начинаю лекцию. Да, мы с вами уже достаточно пообсуждали все. Мы с вами говорим о трудностях семейной жизни. Наша тема — трудности семейной жизни. И мы с вами изучаем эту тему очень серьезно. Стараемся глубже разобраться в этом во всем. Влияние судьбы на личную жизнь. Мы вчера говорили о том, что бывает, приходит жестокая судьба. И в это время только молитва может помочь, только духовная жизнь. Потому что жестокая судьба предназначена для возвышения человека. И если человек ищет какие-то другие методы решения вопроса, то он не избавляется от жестокой судьбы. Она как зараза, прилипает к человеку, не отпускает его. Жестокая судьба характеризуется тем, что нарушаются заповеди. Вот как определить, что у меня жестокая именно судьба? Люди нарушают заповеди, они предают, изменяют, они хотят отнять имущество, хотят, избивают друг друга там. Очень плохо себя ведут друг с другом. Нарушают заповеди Бога. Это значит, пришла жестокая судьба. В такой обычной жизни этого не происходит. Но когда начинаются измены, предательства, жестокая судьба также означает влияние властей, может, суды какие-то и так далее. Это все влияние жестокой судьбы. Она предназначена для возвышения человека. И она не отпускает человека, пока он не начинает молитву. Вот у вас в очках, вот в белом, женщина, у вас нормальная сейчас жизнь? Все хорошо у вас? Да. Да. Нормально? Никто не бросает вас, ничего плохого нет? Нет. Нет. Я чувствую на вас печать вот этой судьбы тяжелой. Будьте осторожны, молитесь сейчас, старайтесь больше заниматься духовной практикой, потому что есть опасность сейчас, что будут какие-то препятствия в жизни начнутся. Сейчас, пока вы не чувствуете, но она приближается к вам, такая судьба. А что именно? Это связано как-то с личной жизнью. У вас есть семья? Да. Ну вот, молитесь за своих близких, чтобы все нормально было. Это касается моей близости, или у меня? Я не могу вам точно сказать. Она мне не докладывает. Я чувствую влияние времени просто. Я вижу, как время на людей влияет. Если вы хотите подтверждения, то я могу вам дать подтверждение. Когда вам было 11 лет от роду, у вас был период жестокой судьбы, вспоминайте, что там было, какие-то неприятности в семье, серьезно. Не помните? Вспомните, подумайте, вспомните. То есть приходит время, и у человека начинаются трудности. И надо быть готовым, надо молиться в обычной жизни, человек нормально живет, но приходит время, и нужна очень сильная концентрация на Боге для того, чтобы преодолеть трудности, победить жестокую судьбу. Без этой концентрации на Боге невозможно нормально жить. Люди ломаются часто, ломается жизнь, ломается судьба у людей из-за того, что они не знают, как правильно справляться с этими вещами. Цель человеческой жизни — это приближение к Богу. И поэтому, если человек отдаляется от Бога, то так устроено вообще в этом мире, что обязательно придут проблемы. и самая главная проблема, конечно, это когда приходит время, и человек начинает очень жесткие испытания проходить. Вот насколько я чувствую, мужчина, вы прошли уже свои испытания. Да, был период такой очень тяжелый. еще идет. Нет, уже все. Осадочек остался. Осадочек остался. Вы чувствуете, думаете, что идет, но он уже закончился период. Он закончился где-то четыре месяца назад. И он длился больше полутора лет. Такое испытание серьезное, тяжелое. вот. Я об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что бывает особый вид судьбы, который очень жестко действует на человека. Рушатся отношения, рушатся дружба, предают люди, отворачиваются от человека, не понимают его. Человек остается один, как будто чувствует, никого нет вокруг. Поднимите руку, кто вот в таком состоянии остался один. Никого нет вокруг. Это жестокая судьба. и она побеждается молитвой. Молитва это память о Боге. Память о Боге всегда возникает в результате контакта со святостью. Самый простой способ взаимодействовать со святостью это слушать тех, кто молится. Когда человек молится или поет о Боге, то в этом песнопении есть эмоция. Вот эмоция это и есть то, что связывает с Богом. Надо настраиваться на эту эмоцию. Можно включать, как мы вчера это делали, любую молитву. И надо важно понять, что есть два состояния всего у человека. Это состояние отношения с собой. Когда человек относится с самим собой, взаимодействует, он всегда думает о своей жизни. И чаще всего в состоянии беспокойства или какого-то трудности какой-то. Может, даже он думает на своей жизни с печалью или разочарованием или раздражением. на самом деле в это время мы взаимодействуем со своей судьбой. Память о себе является признаком влияния судьбы. Вот как определить, что хороший период в жизни идет? Прям отличный период. Все классно, совсем хороший период. Как определить? Да, человек вообще не думает о себе, он думает о других, о природе, о людях, всем, ему хорошо. Алло, у тебя все хорошо, у меня все хорошо. Спим дальше. То есть люди как во сне живут, когда хороший период, они расслабляются, они наслаждаются жизнью, такие как все классно. Хороший период. Так долго будет? ну какое-то время, какое-то время так будет, а потом в какой-то момент заботы начинаются, да? Забота это значит начинает наваливаться судьба. Не такой уже хороший период наваливаться. судьба. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...